Всем привет, друзья! В такой вот достаточно увядающей картине природы мне хотелось бы поздравить вас, во-первых, с наступающим Новым Годом. Да, здесь особо этого не заметно, потому что сейчас я нахожусь на юге, но в Питере, поверьте, там снегопады. Ну, хотя какие снегопады? Дожди, как обычно зимой, наверное, идут, да и все. Ну да ладно, в общем, да, поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю счастья, здоровья, удачи и всего прочего. И хотелось бы, как и все остальные блогеры, подвести, может быть, какие-то итоги уходящего года, а также поставить цели на новый 2018 год. Итак, по итогам, значит, что мы имеем? У нас возродилось шоу, ну, не шоу, это проект «Стальная мощь великой державы», там, где я рассказываю о каких-то локомотивах, то есть электровозах, тепловозах и паровозах, которые эксплуатируются у нас на нашей железной дороге российской. Я смотрю, вам оно довольно-таки заходит, так что я думаю, в новом году мы, конечно, продолжим этот проект с еще большими усилиями, будем в него вкладываться. Также вышел в этом году у нас новый достаточно такой проект про троллейбусы, ленинградский троллейбус, который называется. У меня про троллейбусы до этого на канале вообще ничего не было, но достаточно тоже тепло вы встретили эту тему, так что, может быть, я уже говорил, что второй сезон в 2017 году мы вполне сделаем. Время трамваев у нас потихонечку отошло пока что, но я хочу тоже его все-таки добить и доделать несколько выпусков еще про новые трамваи у нас. Вот недавно в Питере запустили «Витязь М», как в Москве, да, москвичи уже давно его знают, а также запустили «Варяг». Это тоже от ПКТС трамвайчик, тоже будет, наверное, на него какой-нибудь такой тест-драйв небольшой. Вот, что еще? Самоделки. Ну, в общем, сейчас, короче, расскажу по поводу остальных проектов. Есть у меня... Плавно уже переходим так к целям на Новый год. Есть у меня такая достаточно большая цель, я о ней уже задумываюсь еще с начала этого года, о том, чтобы перевести канал все-таки на какую-то одну тематику. То есть сейчас у меня есть от влогов там до каких-нибудь самоделок и рассказов о транспорте. Вот, значит, технологии, я думаю, мы вообще будем убирать с канала. Это обязательно, потому что, ну, согласитесь, какой из меня, блин, технолог там, что я в этом всем понимаю и шарю. И тем более, что есть уже Вилсаком у нас, который прекрасно все рассказывает, объясняет. Не будем отбирать у него хлеб, так уж и быть, не будем с ним конкурировать. Вот, значит, технологии мы вообще уберем с канала. Ну, да, самоделки, конечно, очень хотелось бы оставить, очень хотелось бы, потому что не устаю повторять, что именно с самоделок начинался канал Крот ТВ. Именно на этом я все здесь и построил. Но, как вы видите, сейчас мне снимать их практически негде. Нет у меня студии нормальной. А какие-то там говняные самоделки на коленке, чтобы вы все их задизлайкали. Ну, зачем мне это надо? Может быть, потом мы как-то в этом направлении будем двигаться, улучшать формат. Но пока, я думаю, тоже мы их на потом прибережем. И что у нас еще остается? Влоги. Влоги я подумал, что тоже говно какое-то снимаю. Ну, у меня ничего интересного в жизни не происходит, понимаете? Чтобы быть достаточно крутым влогером, это надо быть медийной личностью, чтобы тебя приглашали на какие-то различные мероприятия. Там уже это снимать. Например, как тот же Амиран Сардаров, дневник Хача. Он, да, он профессионал в своем деле, скажу так. Влоги тоже постараемся убрать. И остается у нас тогда что? Остается транспорт. Транспорта у нас на канале много. Это те же самые троллейбусы, стальная мощь великой державы, трамваи. Автобусы не хочу я снимать, не мое. Метро. Вот, я думаю, можно было бы добавить больше транспорта и постараться вообще перейти полностью на транспорт. Но в любом случае мы не будем там сразу прям по щелчку пальцев раз и делать только транспорт. Конечно, это будет у нас все плавно переходить как-то. Но, опять же, ничего не обещаю. Это такая вот из пока что намеченных целей на 2018 год. Также планирую продолжать улучшать качество контента. И если вы заметили, сейчас я уже пишу какие-то сценарии практически каждому видео. Там уже монтажик стал получше. Развиваюсь в этом направлении. Все ради вас. Так что в 2018 году я продолжу эту нелегкую работу. Также на 2018 год существует у меня цель снять собственный короткометражный художественный фильм. Сейчас я как раз вот здесь вот над этим работаю, пишу сценарий, актеров ищу и так далее. Про это тоже у меня потом, может быть, будет какой-то проект о том, как своими руками снять короткометражный фильм. Вот, значит, проектик у нас будет такой о том, как снять фильм. И сейчас я как раз буду заниматься его съемками. Это у меня давняя мечта. И я вообще сейчас учусь, чтобы стать кинооператором в дальнейшем. Так что это такое вот мое, как бы, увлечение по жизни, скажем так, помимо видеоблогинга. Вот такие вот, я думаю, две основные... Три основных цели у нас есть с вами. Это переход к одному жанру. Это улучшение качества контента. И съемка собственного фильма. Вот, будем как-то к ним следовать, я думаю. Точнее, не я думаю, а будем следовать. Будем следовать. Вот, все, еще раз наступающим Новым Годом. Такое вот у нас небольшое болтливое видео вышло. Праздник, правда, совсем не ощущается. Но ничего, я думаю, может быть, что-нибудь еще праздничное мы с вами сделаем. Все, пока что все. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.